Привет, дорогие друзья, снова с вами Зомбирус. У меня вопрос. Кто вам сказал, что машин пистол рип? Кто такую глупость вообще придумал? Многие даже стали писать, что у него урон ниже автоматики. Откуда эти странные слухи? Кто вот эту глупость придумывает, а? На симфике вот этого дерьма нет, в патчноуте этого дерьма тоже нет. Знаете, что МП-12П-16 как был самым ДПМным стволом, так и остался? Он перестреливал все стволы на короткой дистанции. И сейчас он перестреливает все. Да, 12-16 очень сильно понерфли, но своя сфера применения у него есть. В рамках этой сферы применения это лучший ствол, доступный штурмовику. Машин пистол всегда был очень скиллозависимым стволом. Сейчас, после некоторых серьезных изменений, он стал еще более сложным в обращении. Для баланса нам снизили темп стрельбы с 1200 до 900 выстрелов в минуту, так как раньше 19-16 лютовал не темпом стрельбы, а дистанцией максимального и минимального урона, которая выше, чем у автоматики. Почему я на релизе этой пушки говорил, что она немного имбует по урону? Так как урон был 23 до 11 метров, а не как в случае автоматики 23 до 6 метров. После уменьшения ТТК урон М12П16 составил 26,5. Этот урон вы наносите на дистанции до 11 метров. Для справки, после уменьшения ТТК урон автоматики 23 на дистанции до 6 метров. По факту снижение урона никак не повлияло на машин пистол. Так почему говорят, что он испортился? Теперь этого маленького ублюдка невозможно контролировать. Так как основной нерв заключается совершенно в другом. Например, нам увеличили множитель начальной отдачи с 1 до 6. Вы представляете, что при первом выстреле отдача больше в 6 раз, если ее сравнивать с последующими выстрелами. Также увеличили саму вертикальную отдачу с 0,56 до 0,768 тысячных. Теперь стрельба короткими очередями стала, ну, невыносимой. Чтобы хоть кого-то убить, вам нужно целиться в пах или в ноги. Ну, хотя бы, чтобы вторая пуля влетела в голову. Но если руки у вас растут из нужного места, эта пушка превращается в страшного аннигилятора. Килл-стрики по 10-15 килов, изи. Но только в случае правильных режимов и правильных карт. Тут уже надо включать голову. Режимы для этого ствола только TDM и Domination. В Конквесте максимально может зайти на форте Во Ачибаби. Возможно, на Аргоде в некоторых местах и на Амьене. Но лучше брать TDM с коридорными картами. На краю Империи в крепости очень круто заходит. И на узких переулках Суэцет. Точно не рекомендую брать TDM Галиции и подобных открытых карт. Там вы просто будете сливать свою КД. А в случае Суэца все будет хорошо. Поэтому считаю, что, опять же, 12-16 стал более узкоспециализированным стволом. Теперь с ним можно работать только на экстремально коротких дистанциях. То есть его можно использовать только внутри крепостей. Или в качестве метелки на очень маленьких площадках. Даже во внутреннем дворе той же крепости на краю Империи вряд ли вы сможете точно убить больше одного-двух противников с одного заряженного магазина. Лучше он автоматики? Нет. Они разные. 12-16 хорош на экстремально коротких дистанциях. И автоматика слабее и проще в обращении. То есть по факту пушка, которая подойдет начинающему игроку, у которого с реакцией не все в порядке. Или с тактикой. Поведение на поле боя. Поэтому изменения ТК скорее сделали из этих двух стволов не конкурентов, а совершенно разные штуки под разные задачи и ситуации. Поэтому пустые крики о смерти 12-16 рекомендую оставить и советую взять его на TDM Suecia и посмотреть на что он реально способен. Так как ствол очень опасный в прямых руках. На консолях будет крайне сложно его обуздать, так как с новой начальной отдачей, ну, на контроллере не справишься. Ну, а какие впечатления у вас оставил машин-пистоль М12П16? Жду ваши ответы в комментариях под видео. А также большое спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся с вами на поле боя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...